В прошлой серии Бедной Насте Я сделал выстрел Меня как-то тряхнуло сильно Ничего не соображаю Надеешься, что твоя красивая смерть Тронет Анну до глубины души, кретин! Только один поцелуй Я безмерно счастлива, Александр Готова отъедить вам двумя Это из-за вас, маменька, лишилась рассудка И расправилась с вашим лучшим другом Как ты смеешь так разговаривать с собой? Вы желали видеть меня, ваше величество? Чудесно выглядите, Натали Чудесно Надеюсь, поездка в Гатчину вас не слишком утомила Вы вызвали меня только для того, чтобы справиться о моем здоровье? Ну, вы же поняли, о чем я Виделись сегодня с Александром? Докладывайте Мы провели несколько часов наедине В вашей спальне Замечательно, мадемуазель, замечательно Вы взбили перину И дали настоящий бой Подушками Как? Вы все знаете? Вот Подробнейший доклад О вашем пребывании в Гатчине Однако я не могу взять в толк, Натали Чем вы так испуганы? Вы должны понять меня, ваше величество Я не могу так низко пасть в глазах моего жениха О, похвальное стремление Похвальное И весьма редкое в наше время Натали Почему вы продолжаете притворяться? Даже после того, как узнали от цесаревича О чем? Неужели Александр Не сказал вам, что игра окончена? Андрей Платоныч А что вы здесь делаете? Я? Где? Здесь Чем вы занимаетесь? Вы мне объясните? Света Петровна Ваша сумасшедшая матушка Что-то взяла отсюда И... Да Она здесь хранит свои украшения Я так и думал Вот и решил проверить Закрыто На ключ Ну как? Не удалось Что? Украсть Украсть драгоценности Да как вы смеете? Вы... Зая Петровна, вы что? Вы считаете... Вас выкинут из дома еще раньше До нашего развода Ну я вижу, вы тоже лишились рассудка Ну... Вовсе нет Именно поэтому я прикажу исправнику Следить за каждым вашим шагом Если вы еще раз что-нибудь украдете Он вас тут же посадит под арест Ну какой исправник? Какой арест? Ну что вы... Как вы смеете так разговаривать С законным супругом? Я... Я ваш господин Вы мой господин? Да, перед Богом и людьми Ну какой же вы господин Ну вы же просто, ну оборванет Иззета Петровна Я бы попросил Извиниться Иззета Петровна Я бы попросил помолчать Помолчать Иззета Петровна Извиниться Ну папенька Этого так просто не оставят Вас выкинут из этого дома Ваш папенька мне не указ Я ваш законный супруг Бегите, жалуйтесь Управимся с вашим папенькой Ну погоди у меня Проклятый Стойте Стойте Владимир Бросьте пистолет Бросьте пистолет, Владимир Иначе я выстрелю Весьма похвально Ваша заботливость Но существует кодекс чести Я должен сделать ответный выстрел Вы его не сделаете Нет, сударыня Сделаю Анна Владимир прав Дуэльные правила нельзя нарушить Убийство по правилам Да что ж за чушь вы несете, господа Я сказала, бросьте пистолет Иначе я убью вас Мне не жаль, что огонь, сокипевший в крови Мое сердце сжигал и томил Но мне жаль, что когда-то я жил без любви Но мне жаль, что я мало любви Я все-таки тебя люблю Душа моя Душа моя При имени вдвоем трепещет Печаль по-прежнему сжимает грудь мою Я за тебя, создателя молю Я за тебя, создателя молю Я за тебя, создателя молю Что же вы медлите? Стреляйте Вы ведь намерены меня убить Бросьте пистолет Всего лишь нажать на курок И навсегда избавиться От ненавистного вам человека Владимир, вернись к барьеру Сегодня у нас игра без правил Ну же Одно движение пальца Бросьте Анна Владимир забыл вас предупредить Пистолет разряжен Пуля улетела в небо Разряжен Убить меня хотела, тварь Больная Нацепила на себя побрякушек И нательный крест тебе ни к чему Так вот, почему ты причитала Над гробом старика оборона А я-то грешным делом подумал Неужто Полинка и вправду Покойника пожалела Отдай перстень изверг Иначе барину расскажу Что ты снова волком сделался Скажи 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 Изовета Петровна, зовите кого-нибудь Она сумасшедшая Убить может Убить Попробуй Попробуй только тронуть ее пальцем Хоть раз я тебя Прощь Прощь Толстый шум Петр Михайлович, вот Не смей прикасаться к моей дочери Это сумасшедшая Ворвалась ни с того сего В наш дом Ударить Петр Петровну, если бы не я Она бы тут Она бы тут Петр Михайлович, раз уж ты здесь Растолкуй все по порядку У нее в голове полный беспорядок Всыпать ей надо Как следует Извольте замолчать Молчу Молчу Как угодно Что ты хотел от меня услышать Говори Я Раплюсь Зачем ты держала у себя Лизу Да еще и поила ее Всякой дрянью А иначе она Никогда не нашла бы тебя И ты, сокол ясный До сих пор Жил бы Не весь где Оставь Оставь нашу семью В покое Твоей семье Ох, неладый Я Я могу тебе многое рассказать О твоих домочадцах Ну, а зачем мне слушать Всякие бредни Бредни Это старый барон Себе позволял А я это делал Только в память друга Иначе бы я уже давно Выгнал тебя из леса Ох, князь Не пожалей О своих словах Ты что, смеешь Мне угрожать? Вот истинная угроза Твоему дому А я Я хочу тебе Только добра Какого лешего Ты опять здесь? Кто тебя звал? Хочешь, чтоб собак На тебя спустила А ты меня собаками Не пугай Люди Пострашней собак будут А вот скоро все узнают В округе Какая ты у нас Сумасшедшая От бароновой погибели Проклятие Выйдет тебе И всей твоей родне От невинной крови Не отмоешься И своим безумием Не отделаешься Ой, как красиво Говоришь, милая Только у тебя-то Руки тоже В крови Да-да, драгоценная Мне твоя тайна Известна А все о ней узнают Не сносить тебе головы Вот так-то Убирайся отсюда Чтоб я тебя больше не видела Прошу прощения Ваше высочество Что я без стука Что с вами, Натали Вы не в духе? Сильно не в духе Я только что от государя Вы говорили с ним? Да, говорили И он рассказал мне зачем И для чего приезжал в Гатчину Он рассказал, а не вы Ну, довольно словно Натали? Довольно? А мне хотелось бы знать Для чего мы разыграли Весь этот спектакль Да поймите меня, Натали Когда папа сказал мне Обо всем Мне стало безумно грустно О том, что мы не будем Более с вами видеться И быть вместе Я подумал, ну, почему бы нам Не провести веселое время Не провести веселое время Он никогда не скрывает Он никогда не скрывает своих истинных намерений Я каюсь еще раз Но и вы должны понять меня Войти-то, кстати, в положение Я человек обеспеченный Наделенный, определенной властью А ваша дочь Выказывает неуважение ко мне Стараптивость характера своего С Лизой надо нежно Ласково Пробовал, Петр Михайлович Пробовал неоднократно И что ж Ласково не возбуждает Только злость Ляд Петровна в этом Очень свою маменьку напоминает Вы это мне должны понять Как никто другой Я свою жену Пальцем не тронул И напрасно Дорогой мой тестюшка Напрасно Их надо время от времени Наставлять На путь истинный Но не оскорблять Вот вы-то свою женушку распустили То-то она в вас и стреляла И здоровья лишила Да Оборона того и вовсе жизни Да как вы смеете Смею, дорогой мой тестюшка Смею Потому как из-за вашей Распущенности Много бед Приключилось В этом семействе Из-за Петровна Прости, господи Затаила на вас обиду Нас А злость Вымещает На своем верном Преданном Несчастном Супруге Вы посмотрите Приключаем мир Все Но мы-то с вами как-никак Родственнички Не будет этого Как только Прошение о разводе Будет удовлетворено Я вошвырну вас Лотон из этого дома Доктор Ваша помощь уже не понадобится Слава богу Тогда я поехал Почему ты не выстрелил А тебе нужно все объяснять Ваше появление, мадемуазель Расставило все точки над «и» Вы сделали свой выбор И убивать вашего избранника Было бы с моей стороны Весьма неделикатно Владимир Мы Все равно не смогли бы стрелять Друг в друга А я не смог бы жить Притворяясь, что счастлив за тебя И за вас Мадемуазель Вы сразили меня на повал, ладно Но Я же не нажала на курок Тем не менее, барон Курт сражен Осталось только выполнить его последнюю волю Возьмите Будьте счастливы Постой Постой Он дал мне вольную Мерзавцы Весь дом заполонили Псццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццц Спасибо тебе. Ни к чему это, Мишель. Будь счастлив, молча. Руку, друг. Я горжусь твоим поступком. Прошлой ночью я понял, как она любит тебя. Если женщина способна на такую жертву, никакая сила не заставит ее полюбить другого. А что, что было прошлой ночью? Теперь это не важно. А весь сегодняшний фарс я затеялся единственной целью. С какой? Чтобы ты убил меня, Мишель. Запомни, Репнин. Благородство не всегда к месту. Иногда оно только вредит. Это что такое? Папеньку не видели? А папеньку? Он должно быть у тебя? А что случилось? Может быть, я смогу тебе помочь? От вашей помощи, маменька, одни неприятности. Неприятности? Что? С Сонечкой что-то? Или с Андрюшей? Ты о чем? Да все в порядке, все хорошо. Сонечка рисует зимний пейзаж. У себя в комнате, а Андрюша с утра на охоте. Покачай его, а то никак не угомонится. Ну хорошо, я снесу его, Татьяне. Что случилось, Лиза? Да с мужем повздорила, только и всего. Не смеши меня. Ты еще очень мала для замужества. Да, да, я поссорилась с нашим соседом Забалуевым. Ты знаешь, Лиза, мне иногда кажется, что я совершила что-то ужасное. и попаду за это в ад. Ну, полно, маменька. Нет, нет, я, я что-то ужасное. Что я натворила? Не трюможник. Не скрывай от маменьки. Мы все вас очень любим. Что случилось? Петруша, мне чудится что-то ужасное. Знаешь, как будто Забалуев это черт, а я его приютила и оставила в своем доме. Не беспокойся, не беспокойся, я все уложу. Я сделала страшную ошибку. Да, маменька, от этого человека у нас много бед. не беспокойся. Ах! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Да уж почитай два месяца, как этого не видали Чего не видали, сволочь, чего не видали? То, что всегда в конверте передавали Тише, болвам, тише Госпожа ждет Карл Модестович, какими судьбами? Пожалуйста, к нам, Андрей Портунович В картишки балуетесь? Сыграем? Я вижу, вы изрядно преуспели Фортуна, знаете ли, благоволит? Может, и мне попытать счастье? Да у вас ветер в карманах свищет А я нынче наследство получил, мой драгоценный От кого? От тетушки двоюродной Нижегородской Так что вполне могу составить компанию А с долгами для начала не желаете ли расплатиться? Всему свое время, мой друг Всему свое время Тамбовский волк тебе, друг! Не ссорьтесь, господа, не ссорьтесь Карты этого не любят Давай, раздавай наследник Нет, стоп, так не будет Знаю ваши цыганские колоды Демиан, поди сюда Чего изволите? Будь любезный, принеси-ка нам Чистую колоду Нальюшки вишневой не желаетесь? Ромс, специально для вас держим Нет, не желаю Знаю я твой Ром Взял бутылку за пять целковых Чуть богу душу не отдал Карты, сволочь, карты Миша, 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 м Миша, вам никогда этого не понять. Мы всегда были свободны. С новой колодой мне фортуна изменила. А позвольте вопрос вам, Кармадыстович. Говорят, вы теперь самым добрым управляющим в уезде стали. Дворовых не сечете. Для крестьян трехдневную барщину устроили. С чего такие перемены? Все в этом мире подвластно переменам. Вот вы, например, Андрей Платоныч. А что я? Еще недавно барином ходили. Меня чуть за волосы не таскали. А теперь у тести на хлебах. И все ваше состояние оказалось... Ну-ну-ну-ну, у меня наследство от тетушки. Так, болтать будем или играть? Паралипе. Ну-ну. Куда тебе ставки вдваивать? Денег уже не осталось. Да то у меня кое-что другое имеется. Знакомый перстенек. Не его ли сычиха положила в гроб барону Корфу? Ты часом не гробокопатель? Мародерство в уезде не потерплю. Белины объелись! Мало ли на свете одинаковых перстней. Да, кстати, а какие дела были у этого старого барона с этой ведьмой? Понятия не имею. А вы часом не узнавались? Мне это ни к чему. А молодой барон говорит с ней на ножах. А вам-то что за прибыль? А на чужой вражде всегда можно руки нагреть. Ну, у вас ведь наследство от нижегородской тетушки. Конечно. Так ты ставишь перстень или нет? Ставлю. Ставлю. Зачем ты ей сказала об Андрее Платоныче? Ну, сама не знаю, как вырвалась. Пойду утешиваю. Не надо, не надо. Она успокоится, а то сделаешь хуже. А вам не кажется, что маменька постепенно приходит в себя? Да, 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 да. Она жалеет о своих поступках. Значит, память возвращается. А вы о своем поступке жалеете? Все так запуталась, Лиза. Как бы мне хотелось вернуться в то счастливое время, когда маменька не гневалась по пустякам и не причиняла никому зла, а вы... Я обещаю. Я обещаю. В этом доме будет мир и покой. Не будет в этом доме мира и покоя, пока здесь Забалуев. Я выгоню его сразу же после развода. Я настроен очень серьезно. Моя девочка. Может, все наладится. Наладится. Обязательно наладится. Ты встретишь любого. Вы хотите вернуть в наш дом спокойствие? А я хочу вернуть вам что-то из вашего прошлого. Мои часы? Откуда они у тебя? Мой муж выпросил их у маменьки. А потом продал цыгану. А цыган отдал мне. Как вот так за даром? Это что же за цыган такой? Сколько ты ему заплатила? Ну, неважно. Главное, они теперь у вас. Да. Я вам не верю. Вы просто пристрастились к розыгрышам. Император сказал вам, что игра окончена. И все раскрыли свои карты. Ну, когда это произошло? Ведь мы с вами были просто друзья. В тот день, когда вы убежали сюда, будто бы за книгой. А на самом деле принесли любовное послание. Но это послание было от принцессы Марии. А я полагал, что переписываю с вами. Кельбетис. Глупость. Глупость. Возможно. Но было уже поздно. Я... Воспламенился. А потом я... Помогал вам избежать домогательства его батюшки. И мне было очень приятно это делать. Да, ваш батюшка ангел по сравнению с вами. Ему неведомо подобное коварство. Вы просто искали предлог, чтобы обнять или поцеловать меня. У меня нет оправдания. Любви они не нужны. Любовь не оправдывает ложь. Значит, вы не любили. Ну, вы так страдали по Ольге. А потом разлюбили ее. Вот так скоро. Каждый любит по-своему. Ну, растолкуйте мне вашу любовь. Я не понимаю. Хорошо. Прошу вас. Посмотрите. Вот этот изумруд мне подарили в Екатеринбурге. Когда я взял его в руку, у меня сразу стала болеть голова. Закружилась. Это... любовь с первого взгляда. А к этому Малахита я был равнодушен. Равнодушен, пока не рассмотрел в лупу его узор. Который может свести с ума. Люди не камни. У них есть чувства. Я очень надеюсь, что Андрей иначе толкует любовь. Прощайте. Что скажешь, наследник? Ва-банк. Ва-банк? Я не ослышался? Может быть, передумаешь? Ва-банк, черт побери. А вы азартный, Андрей Патонович. Прям гусар. Ну же, ну же. Ну-ну-ну-ну-ну. Король? Откуда король? Не было короля. Он его в рукаве прятал. Караул грабит среди белого дня. Заткнись. Не то на месте порешу. Ну хорошо, хорошо. Перстенек-то отставь. Он мне очень приглянулся. Хорошо. За перстень деньги. Опять деньги? Ну, да. Ты же выиграл. Нет денег, нет сделки. Ну ладно. Возьми западки мои. Вот или булавочку от галстука. Приянц. Сдались мне твои стекляшки. На выпивку хоть оставь. Вот мерзавец. Демьян, еще налей. Да пошевеливайся, сволочь. Куда ж доброта ваша подевалась? Станешь злым, когда столько денег просадил. Ну, полно прикидываться-то, полно. Меня не проведешь. Добрым быть приятно. Да и выгодно. Как считаете? Да-да-да. Да-да-да. Ну, пожалуйста. Меня не продавайте, Андрей Платоныч. Может, и вам, добрый Карл Модестович, сгодится. Может, и сгодится. А может, и нет. Хотя. Хотя одно небольшое поручение я бы мог вам доверить. Вы правы, Анна. Мне этого никогда не понять. Не стоит разменивать этот день по мелочам. Миша, а этого о чем? Вы ведь подарите мне первые часы вашей свободы. Разумеется. И не только первые. Это... Это слишком щедрый подарок, Анна. Мы устроим праздник. Праздник? Правда? Миша, ну ведь моя вольная, моя свобода. Это ведь подарок для нас обоих, правда? Это... Самый дорогой подарок в моей жизни. Мы ведь всегда будем вместе. Никакие невзгоды не разлучат нас и... Никакие лишения? Миша... Мне что-то стало так страшно. Владимир, он... Был таким потерянным. Я никогда его раньше таким не видела. Что случилось прошлой ночью? И... На что он намекал? И... О какой жертве говорил? Ну, всегда же приходится чем-то жертвовать. Мне кажется, есть какая-то тайна, о которой я не знаю. Миша, вы хотели устроить мне праздник. Мы не передумали. Ах! Ха! Ах! ха-ха-ха! Ха-хаа! Ха-ха-ха. Хах-ха-ха! Ты- minute? Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха axe-ха! Да! Ха-ха-ха! Тихо, pardon?! Даль-ха! Ха-ха! Да! Он-на! Он целая убийства другие в entertainers! Тебе сегодня тяжело Мой мальчик Мне казалось, что я слышу ваш голос Когда делаю что-то не так Я тебе больше не нужен Мне больше никто не нужен, отец Буду жить, как монах-отшельник Довольствоваться малым Хандра пройдет, мой друг, не унывай Стреляй шампанским в потолок Зачем вы пришли? Сказать, что я горжусь тобой Чего ж тогда мне так плохо? КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok